Эта же идея сделать нашу жизнь лучше и комфортнее и в основе предстоящего в феврале 6-го Всебелорусского Народного Собрания. Подготовка к нему продолжается. Сегодня в Гродно прошло совещание делегатов форума с участием представителей правительства и администрации президента. В центре внимания обсуждение программы социально-экономического развития страны до 2025 года. Какие предложения звучали у делегатов западного региона в репортаже Юрия Корниловича. Для того, чтобы наметить пути развития на ближайшую пятилетку, делегаты 6-го Всебелорусского Народного Собрания от Гродненского региона подвели итоги развития прошедших пяти лет. По словам специалистов, ставка на социально-ориентированное государство себя оправдала. Поэтому поддержка человека должна оставаться приоритетной задачей для страны. Социальная сфера напрямую зависит от экономического развития региона. Поэтому сегодня акцентировали внимание на необходимости наращивать его промышленный потенциал, привлекать инвестиции, модернизировать производство и повышать эффективность работы на местах. Даже тяжелый 2020 год в сравнении к 2019 году Гродненская область не допустила падения экономики. И в ВРП у нас 100,1% к уровню 2019 года. То есть несмотря на все сложности, несмотря на падение в сфере услуг, транспорта, все-таки рост сельского хозяйства, рост промышленности, оптоторговли позволил компенсировать эти выпадающие доходы. А в целом за последние пять лет промышленность выросла на 13%, сельское хозяйство на 14%. Делегаты вынесли на обсуждение предложения, которые были собраны в том числе и во время диалоговых площадок. В частности, врачи предлагают развивать высокотехнологичную медицину с использованием инвазивных методов лечения в каждом районном центре. В данный момент развиваются межрайонные ресурсные центры, в которых оказывается высокотехнологичная помощь. Но после изучения структуры заболеваемости, необходимости оказания какой-либо специализированной помощи, в некоторых случаях можно сделать исключение, если это необходимо, в небольших районах также оказывать данный вид помощи. Выпускники вузов акцентировали внимание не только на предоставлении первого места работы, но и на развитии института наставничества, когда первый год молодого специалиста курирует более опытный коллега. У нас студенты после того, как закончили университет, они в большинстве своем изучали только теорию, а потом им сразу нужно вливаться в практическую деятельность, поэтому необходимо закреплять наставничество, чтобы студентам, молодым специалистам было бы проще. Вопросы, которые планируются вынести на 6-м Всебелорусском народном собрании, касаются практически всех сфер жизни, от сельского хозяйства до образования, поэтому их обсуждение продолжится завтра уже в северном регионе страны. Юрий Корнелович, Виктор Бака, агентство теленовостей.